Хорошие девочки-то, они на самом деле самые плохие. Потому что, к сожалению, это женщина, которая до сих пор внутри себя не выросла. И оказывается, что прям под копирку. И она говорит, что я когда была маленькая, я говорила, что никогда у меня не будет, как у мамы. Но я почему-то делаю все то же самое. И вот эти вот части эго, несформированные, они в женщине как дырки фонят. И по сути, она всю жизнь, вместо того, чтобы просто жить, она старается, чтобы ей было не стыдно. Я хотела как лучше. Я хотела как лучше. Страшная фраза. Я обижаюсь на себя, потому что ты не соответствуешь моим ожиданиям. Надуваю губы и жду, когда ты реализуешь мои потребности так, как я хочу. У меня есть такие клиентки, которым там 35-40 лет. Но они до сих пор в жуткой психологической зависимости с мамой и с папой. Когда там постоянные созвоны, когда чувство вины. И такая женщина всегда будет молчать там, где можно проявиться. Я как беспринципный психолог интегративного подхода скажу, что нет ничего плохого и хорошего. Есть адаптивное или неадаптивное в настоящий момент времени. Неважно, что было раньше. Нет никакого смысла себя за это ругать и говорить, почему же я раньше об этом не знала. Вот точка отчета сегодня. Это ваш путеводитель. Это как такой конь красивый, запряженный в повозку, куда вы едете. И то, о чем вы думаете, то и становится вашей жизнью. Здравствуйте, друзья! Помните, была такая картинка? Жизнь удалась. Красная икра, черная икра. А что это значит лично для вас? Жизнь удалась. Чем мы измеряем свою жизнь? Достижениями, успехами, количеством детей и их успехами, количеством браков, квадратных метров, наших лет. Мы вообще ценим, любим то, что с нами происходит или оцениваем и бесконечно всем недовольны. Классная, мне кажется, взрослая тема. Поговорить на эту тему я хочу с психологом Лилией Левицкой. Лилия Левицкая – интегративный психолог и психотерапевт. Основное направление – интегративная психология, гипнотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, семейная психология и работа с зависимостями. А также мотивационный и трансформационный тренер – эксперт-психологис. Автор книг «Лицом к себе. Путь от боли к любви. Кот. Женщины. Психологические особенности благополучных и неблагополучных семей». Интересный факт – 21 год в одном браке. Мама троих детей. Вообще жизнь удалась. Это норма для взрослого, зрелого человека? Может ли это быть норма? И вообще про что это? Вот здесь как раз хочется сконцентрироваться на том, что многие люди, многие женщины действительно живут такими скачками, что кажется, что вот что-то должно большое произойти. Я сначала должна повзрослеть, потом я должна стать какой-то красивой, потом я должна, может быть, замуж выйти, детей родить, потом какую-то удачную карьеру сделать. Вот какие-то вот такие моменты, в которые я остановлюсь и скажу – жизнь удалась, жизнь удалась, жизнь удалась. А вот уметь делать так, чтобы каждый твой день, ежедневная твоя жизнь была счастливой, мало кто умеет. Потому что вот именно вот этот бег к чему-то, он очень часто разъединяет человека с наслаждением и с умением быть в настоящем счастливом. Очень многие современные женщины живут в голове. Они планируют, как это будет, они контролируют для того, чтобы это получилось так, как нужно. И иногда даже самый лучший праздник они не могут прожить и насладиться, именно потому что они в этот момент думают, как сделать так, чтобы все было идеально, чтобы я была идеальна, чтобы вокруг было идеально. И часто пролетают. То самое рождение детей, тот самый брак, ту самую работу любимую пролетают, не ощущая ее, не успевая насладиться. И вот в этом, мне кажется, как раз ключ несчастливой жизни и ощущение, что она не удалась. С какими запросами к вам часто приходят женщины вот среднего возраста? Самые частые проблемы – это собственное неудовлетворенное состояние. Это когда уже очень высокая тревожность, с которой невозможно справляться. Это депрессивное состояние. Но очень часто такой заход бывает со стороны отношений. Я неудовлетворена своей жизнью, потому что у меня несчастливая любовь. Я неудовлетворена своей жизнью, потому что у меня с детьми не ладится. Я неудовлетворена своей жизнью, потому что у меня работа не та. Или я от нее устала. Или, может быть, в моей жизни нет времени на друзей. Кажется, что внешние обстоятельства создают нашу удовлетворенность Но в большинстве случаев это не так Как вы раскручиваете эту историю? Каким образом? Вы говорите, это внешние обстоятельства Куда вы переводите эту работу и вот этот диалог, как вы настраиваете с женщиной? Все же идет изнутри И очень часто оценка своей жизни внешними обстоятельствами, она ошибочна Именно из-за того, что мы внутри не в порядке Мы сами не целостны Мы не умеем ощущать свое тело Мы не понимаем свои чувства Мы не умеем управлять своими мыслями Мы не умеем себя любить так, как правда важно себя любить Если я сама по отношению к себе насильник, который не слышит свое тело Не удовлетворяет свои потребности В моей жизни обязательно появится тот, кто будет относиться ко мне как насильник Потому что я сама являюсь таким человеком к себе И в зрелом возрасте, конечно, сложно осознать, что оказывается в этом дело И вдруг всем окружающему себе объявить Так, минуточку Я не про хорошую девочку, я про что-то другое Наверное, таких кардинальных изменений очень сложно добиться Однако же, вот через что вы понимаете, что в этом дело Что там есть вот это вот непризнание себя, уход от истины себя через какие-то проявления? Очень часто мы начинаем разбирательство как раз с образа жизни А как проходит ваш обычный день? И с образом мыслей, а как в какой-то ситуации вы реагируете? Что вы в этот момент чувствуете? О чем вы думаете? И что вы в этот момент делаете? Потому что что такое судьба женщины? Это ежедневные маленькие действия Наши мысли, наши эмоции, наши какие-то физические действия Которые складываются потихонечку в привычки Привычки уже формируют характер, а характер определяет судьбу И когда мы смотрим на срез обычного дня Когда мы смотрим на одну, две, три ситуации в жизни женщины, которая ее не удовлетворяет Очень многое можно что понять Вы сейчас сказали про хороших девочек Я задумалась над тем Хорошие девочки-то, они на самом деле самые плохие Потому что, к сожалению, это женщина, которая до сих пор внутри себя не выросла Ее, собственно, эго не сформировалось Ее личность не целостная И она всю жизнь живет, адаптируясь к этой реальности Она не живет Она выживает Она подстраивается Она старается соответствовать окружающим людям, обстоятельствам Пытается удовлетворить других, чтобы они удовлетворили ее И часто это такая история, как в анекдоте Когда женщина приходит домой, голодная Она точно чувствует, что она голодная Но она сначала идет в магазин, тащит тяжелые сумки Готовит Потом кормит мужа, кормит детей Кормит кота, кормит собаку Садится уставшая на диван и ждет, пока ее кто-нибудь покормит Потом на всех обижается, что никто ее не любит И живет несчастная А на самом деле надо было просто сразу поесть Вот часто такие истории бывают Часто даже многие женщины вовремя в туалет не ходят, откладывают Или не кушают вовремя, откладывают Или не спят тогда, когда они устали Не отдыхают Вот женщине бывает там 40 лет, 50 лет Она до сих пор пользуется сценарием, который когда-то давным-давно, там в 5 лет в нее заложился Она пока маленькая была, она росла И наше эго формировалось, а у нее оно не доформировалось Есть такое ядро личности, которое для того, чтобы чувствовать себя целостно И позволять себе быть такой, какая ты есть Удовлетворять свои потребности Жить счастливо, творить Вот оно должно сформироваться И постепенно где-то у нее произошла поломка В какой-то такой семье она жила Есть этапы, которые мы проходим Мы должны получить безопасность от этого мира Почувствовать безопасность, что мы в этом мире нужны Мы должны почувствовать, что мы можем быть автономными Мы можем ощутить, что мы можем проявлять инициативу Мы можем научиться трудолюбию, мы можем научиться дальше, какие ценности нам важны Дальше мы учимся ладить с окружающими И дальше мы вот это все интегрируем в эго и творим в своей жизни Но вместо того, чтобы почувствовать безопасность в детстве У женщины сформировалась, например, базовая небезопасность и недоверие миру И ей очень сложно, она постоянно выживает Вместо того, чтобы сформировалась автономия, у нее сформировался стыд Ей постоянно стыдно, она оглядывается А как окружающие подумают, а вдруг она сейчас сядет есть А муж ее осудит за то, что она ест и его не покормила Это потому что что у нее в детстве было, например? Когда совсем маленький ребеночек, ему не позволяли быть автономным И говорили, ах, ты зачем это уронила, как не стыдно Как не стыдно ты вымазала колготки Простые какие-то мелочи А сценарии формируются на всю жизнь Также трудолюбие могло сформироваться И человек мог просто трудиться и наслаждаться своими результатами И отдыхать спокойно, когда уже все получилось А сформировалась очень у многих неполноценность Потому что и в школе, и в садике И родители часто дома еще сильнее Ты недостаточно еще хороша Ты недостаточно хороша Почему не пятерка, а четверка Почему если пятерка, то не с плюсом И не две А почему если ты вот это сделала, вот это ты не сделала И вот эти вот части эго Несформированные Они в женщине как дырки фонят И по сути, она всю жизнь Вместо того, чтобы просто жить Она старается, чтобы ей было не стыдно И чаще всего все внимание в окружающих В мире, в муже, в детях, в коллегах, в подругах И тогда в себе не остается Тогда не может она услышать свое тело Тогда не может она услышать свои эмоции Ей же надо всех удовлетворить вокруг И вот в каком-то таком взрослом возрасте Женщин очень многих как раз накрывает Что, а я с собой-то не познакомилась до сих пор А что же я-то хочу? Яна, самое страшное, что накрывает, как в анекдоте Я поняла, что мое тело храм Тогда, когда начала вставлять туда свечи Когда уже разрушается психика Жестко, но правда Да, когда давление там подскакивает под 200 Когда психосоматика жесткая Когда разваливаются отношения Когда дети не уважают Когда мужья там выпивают, играют Или отворачиваются, уходят к любовнице Вот такой пинок часто бывает поводом Для того, чтобы подумать А может быть я вообще что-то не то делала А может быть я не туда иду Я так старалась Я вроде бы всем угождала И красивая была И вкусно готовила И нет, никогда не говорила И терпела все там нехорошие какие-то поступки Я хотела как лучше Я хотела как лучше Страшная фраза И получается, что прежде всего нужно В этот период жизни Когда настигла это понимание Обратить свой взор не на вот эти внешние обстоятельства Которые стали триггерами Даже травмирующими, да, триггерами А прежде всего И в первую очередь Наконец-то в себя Опять нужно сделать Не повторить эту ошибку Опять вовне Там искать ответы Там искать ресурс Внутри Истощенная женщина Которая очень много вокруг отдает И не чувствует себя Она не может ниоткуда взять счастье Она не может ниоткуда взять энергию И понимание, чем ей заниматься Очень люблю заниматься домом Это, мне кажется, наше такое женское таинство Создавать атмосферу Вить свое гнездо Чем не женские практики Правда? Я уже два года назад Как переехала в свое новое жилье И до сих пор что-то доделываю С большим удовольствием Сейчас пришло время Заняться постельным бельем Мы часто вкладываемся В изголовье В матрас Саму кровать И постельное белье Вот очень часто У многих на потом На потом На потом Так же, как и у меня Но это такая важная часть Вообще жизни Мы здесь проводим Вообще занимаемся Самыми приятными нашими занятиями И как это выглядит Место Какое оно создает Настрой Какая в нем атмосфера Как оно выглядит И в заправленном И в таком Полураспахнутом виде В котором мы его часто Оставляем Когда торопимся По делам Я от подруги узнала О каком-то супер прекрасном Белье Постельном Молен И сегодня Иду с ними знакомиться И так визуально Примерять Они делают Постельное белье По принципу Капсульного гардероба Когда ты покупаешь Несколько комплектов И там между собой Все так хорошо сочетается Что у тебя получается Целый гардероб для кровати Молен это российская марка И она мгновенно Себя зарекомендовала Встала в ряд С лучшими производителями Домашнего текстиля В лучших интерьерных салонах Первое, конечно Что убеждает Это превосходное Качество материалов Нежнейший Шелковистый сатин И, конечно, шелк Но не только это Вот эти все швы Вот это все Качество заделки Вот эти вот Глубокие Глубокие карманы Очень важно В использовании Глубокие такие карманы Для подушек Это все, конечно Очень элегантно выглядит Постель совсем по-другому Воспринимается Цветовая палитра Создана ведущими Российскими художниками Колористами А вот эти принты Уже авторами Молен В них Переосмыслено По-новому Русская аутентика Конечно, есть сюжеты Русских сказок Есть наши пейзажи Есть коллекция Композиторы Агит-текстиль Кстати, именно Эту коллекцию Выбирают музейные бутики Например Третьяковская галерея Усадьба Люблино Всероссийский музей Декоративного искусства В мотивы рисунков Молен вшиты символы Уполняющие роль оберегов Как было принято раньше Сейчас это сродни Семейной монограмме Это ни разу не Белье сетевое Есть ощущение уникальности И вот принцип Капсульного гардероба Очень интересно Как он здесь воплощается Вот ты можешь То же самое у тебя Весь комплект есть Но ты меняешь наволочку Смотрите Совершенно другое настроение Более спокойное Такое, элегантное Или ты можешь выбрать Просто принт тот же самый А его цветовое решение Более контрастное Яркое Посмотрите, как это выглядит В палитре 12 Сочетающихся между собой оттенков Спокойные, базовые Они могут быть яркими Или в духе трендов Темными Дающими ощущение Защищенного пространства Темные оттенки Считается, что Способствуют Замедлению биологических ритмов Умиротворению Быстрому засыпанию Глубокому сну На сайте есть Примерочная и визуализация Я заказала Честно говоря Индивидуальные размеры Это возможно Потому что люблю Когда пододезьяльник И простынь Обнимают Словно Кровать И мне в ателье Молен Все шили за 10 дней Свою белевую капсулу Я составила На основе Такого базового комплекта Наволочки Сатиновое Белье Сатиновое Ванильного оттенка И пудровый И этот комплект Дополнила Вот таким саше Я могу добавить Вот этот принт Темный И это уже совсем Другое настроение Появляется Больше какой-то Интимности Или желтый Принт Первоцвет Дает такое Летнее настроение Но зимой Будет выглядеть Как солнечный луч Мой любимый принт Здесь Мезенская роспись Изысканный Очень красивый Вот хоть в рамочку На стену То вдохновение Которое С которым делается Молен Это конечно Все очень чувствуется В каждой детали Все передается И все работает Здоровые Нездоровые Эго Примеры Здоровое Эго И нездоровое Эго Отличаются Очень ярко Психотерапия Это называется Эго Достаточность Либо Эго Недостаточность Вот Эго Достаточность У нас Характеризуется Следующим Я в порядке Мир В порядке Я умею Я умею Автономно Решать Какие-то Задачи Договариваться С другими Людьми Я могу Проявлять Инициативу В тех вещах Которые для меня Важны Тот труд Который я делаю Он ценен И важен И я умею Себя поддержать На пути этого творения Я понимаю Свои ценности И каждый день Те действия Которые я делаю Они соответствуют Моим ценностям Я других людей Воспринимаю Как партнеров А не как ресурс Для своего удовлетворения И в этом мире Я каждый день Что-то создаю Я понимаю Что я вот Это вот Что-то делаю Не важно Что я делаю Суп я варю Или бизнесом управляю Но это мое Какое-то действие Которое очень важно Вот здоровое эго Когда мы вот такие Автономные Мы взрослые Мы сами выросли И мы Не как маленький ребенок Я хочу получать Получать А мы готовы отдавать Из своей целостности Нездоровое эго Это противоположная история Когда мне небезопасно Мне очень хочется Чтобы меня успокоили Когда я чувствую стыд Я требую это Я требую Я чувствую вину Я чувствую обиду Я ощущаю себя Неполноценным человеком И достигаю ради похвалы Я хочу, чтобы мне подтвердили Все время Свою значимость Или свою привлекательность Или еще что-то Что я в порядке Да Ценности свои Я не до конца понимаю То есть ты не автономен Да Ты не автономен Ну то есть Ты либо адаптивен Автономен И ты творец Либо ты не автономен Не адаптивен В каких-то частях И вот в тех частях Где мы не автономны И не адаптивны Мы самостоятельно Не просто можем Мы обязаны Это дорастить Иначе мы так и остаемся Таким маленьким Плачущим ребенком С открытым ртом Постоянно недостаточно Который занимается Который занимается антиэйдж Процедурами При этом Ну конечно А ведь часто это бывает Даже не ради Своего собственного удовольствия А опять Чтобы не ощущать себя Неполноценной Чтобы стыдно не было Чтобы муж не ушел Вот такая мотивация А у человека взрослого Мотивация другая Она внутренняя Я в порядке И она все-таки На отдачу На искреннюю Опять У не взрослого человека Психологически Отдачи может быть Очень много Многие женщины могут сказать Ну я же отдаю Я же так много Для всех остальных делаю Вот здесь отдача Когда она детская Она такая Я очень много делаю Для того Чтобы мне отдали То есть я за свою отдачу Покупаю Внимание других людей Их похвалу Ощущения какие-то свои Вот этим отличаются Вот эти два эго И если вы себя поймали Во второй истории Такой страдатель Там будет много страдания Там будет много болезней Там будет заедание Запивание И так далее Я когда-то очень давно Думала над формулой любви Мне хотелось Такую короткую Ёмкую фразу Что такое любовь У меня родилось Это принятие Плюс ответственные Заботливые действия Направленные на развитие Вот если мы берем Вот эту формулу Что такое принятие Я принимаю Такой некий аудит провожу Все то Что у меня сегодня есть Вот у меня есть Вот это тело У меня другого не будет Оно не будет у меня Там на сколько-то Килограмм меньше Больше Моложе Вот это Я принимаю Я принимаю Свой возраст Я принимаю Свой статус Какой бы он у меня ни был Свои способности Свои темные Светлые стороны Я все это принимаю Дальше я забочусь О развитии Потому что Если мы не развиваемся Мы деградируем У нас нет другого выхода Я забочусь о развитии Своего мышления Забочусь о развитии Своей эмоциональной сферы Забочусь о развитии Своего тела Если я беру Эту формулу К себе Применяю Я учусь Во-первых Себя любить Слышать Понимать Я тогда живая Становлюсь Я чувствую Что происходит в мире Я начинаю Больше понимать Других людей Ведь женщина Которая себя не слышит И постоянно терпит И удовлетворяет других Она этих других Удовлетворяет насильно Тоже такая картинка Часто Поймала в угол Зажала вареньем Изо всех сил Накормила В лучшем случае Можно по разному пользу Причинять людям Желая им добра Самое разное Может быть в том числе Какое-то психологическое Моральное насилие даже Очень интересную Вы сейчас сказали фразу О том Что нужно принять Не только свои хорошие стороны Нужно принять свои плохие стороны Это мне кажется Очень важная история Это часть зрелости Мне кажется Понимать Не бояться их Не отвергать их О чем мы здесь можем поговорить Как это работает Потому что мне кажется Отрицательные Как раз наши негативные стороны Не принятые Они очень фонят Да Они фонят Я как беспринципный психолог Интегративного подхода Скажу что нет ничего плохого И хорошего Есть адаптивное Или неадаптивное В настоящий момент времени И опять же Когда-то в детстве Маленькой девочке Объяснили Что злиться нельзя Что бояться нельзя Кому-то объяснили Что радоваться нельзя Смеяться нельзя Кому-то объяснили Что нельзя проявлять инициативу Или еще что-то нельзя И вот эти качества Которые ее родители считали плохими Она загнала в так называемую тень Теперь у нее в голове И даже не в голове А больше в подсознании Есть история про то Что как-то ей проявляться можно А как-то ей проявляться нельзя Вот эти все нельзя Они продолжают в нас жить И неимоверных психических усилий Стоит это внутри задерживать Если мне нельзя злиться Я должна это все подавить И тогда скорее всего Я буду такой жертвой Которая страдает И разрушает всех Через такое собственное недовольство Пассивную агрессию Если мне нельзя проявляться Если я не могу А я талантливая Стать, например, бизнес-вумен Пойти на сцену Стать блогером Или просто вообще одеться даже красиво Если мне это запретили когда-то То скорее всего Я буду додалбывать своих близких Заставлять своего мужа расти в карьере Заставлять своих детей Я буду завидовать всем Кто проявляется И злиться на них То есть вот это Кипеть все равно будет И когда мы обнаруживаем Все те части Которые были запрещены Смотрим на них Немножко под другим углом То оказывается Что все это возвращает Нам колоссальную силу Ну, например Что такое наглость? Вот женщина говорит Я считаю, что наглой быть плохо И когда в жизни Наглой быть нельзя Мои родители говорили Это неприемлемо И такая женщина Всегда будет молчать Там, где можно проявиться Она никогда не подойдет К начальнику Не попросит повышения зарплаты Хотя она давным-давно Делает там работу За нескольких человек Она никогда, может быть Не попросит о чем-то мужа Ей нельзя Быть наглой Но для нее Это наглость Заявить о себе Для нее это наглость Например, наглость Или, например, злость Или, например, сексуальность Все, что угодно Мы смотрим на это качество И мы думаем о том А есть ли у этого качество Если это плохое слово Положительный синоним Есть ли у этого качества Какое-то положительное проявление Наглость это что? Проявленность Лживость это что? Дипломатичность Наглость, слушайте, амбициозность Амбициозность, лидерство, сексуальность. Сексуальность — это прекрасное качество, хотя у многих подальше. Но без инициативы, без проявленности не может замечать. И оказывается, многие женщины в мире с помощью этих качеств, которые она в себе глушит, давит, неимоверное количество сил на это тратит, многие добиваются как раз того успеха, которым она мечтала. Она, может быть, в пять лет мечтала о том, чтобы стоять на сцене. Когда она начинает себе это разрешать, к ней приходит энергия неимоверная. А если не разрешает и так и продолжает говорить вот это вот светлое качество, вот эти темные, она превращается в такую бабку, которая ходит и осуждает это во всех остальных. Она говорит, вот наглая пошла, а вот эта вот уживая пошла. Узнаете, да, друзья? Проститутки ходят. Мне кажется, вот эти все непроявленные темные стороны, которые есть во всех, и во мне, конечно, тоже, они выходят иногда наружу через процесс, который я называю гиперкомпенсацией. Они выходят в каком-то неадекватном даже виде. Вот, да, вот ты подавляешь, а потом этот гнев может так шарахнуть. Вообще не по теме совершенно, и не к месту. И самое страшное, наверное, сейчас трону души многих женщин, самое страшное, что он вывалится как раз на самых любимых и близких. Она будет подавлять это на работе, она будет подавлять это где-то в социуме, она будет выглядеть очень приличной, дипломатичной, хорошей женщиной. Но дома на самых близких, на мужа, на детях, может быть, на внуках для кого-то. Это будут неимоверно страшные срывы, которые будут ломать психику как раз близким. А ведь ради этих близких вроде бы ты и делаешь свою работу, и вроде бы ради них ты живешь. Но это вообще интересный такой парадокс в нашем социуме. Вроде бы, когда мужчина и женщина влюбились друг в друга молодыми, она для него наряжалась, была сексуальной, красивой. А потом оказывается так, живут вместе взрослые мужчины и женщины, там, не знаю, 40 лет, 50, неважно, какой возраст. Но почему-то на работу она прихорашивается. Маникюр, педикюр, красота, прическа, красивая одежда. А дома она почему-то позволяет себе огурцы, бегуди, непонятные халаты. Часто вот это перевернуто все. Ну, тоже это, наверное, да, есть некие паттерны такие, которые сложились в свое время. Не было культуры быта. У нас же, ну, страна определенная, да, не было культуры быта. Как жили, как бы бытие определяет сознание, наверное, в этом тоже есть такая история. Не передавалось, да, вот это наследие по женской линии. Какое-то, ну что, в стране победившего пролетариата. Я здесь коснусь очень глубокой темы. У меня как раз на эту тему есть моя четвертая книга «Лицом к себе. Путь от боли к любви». Она называется. И она как раз про то, что вот, ну, наконец-то надо повернуться лицом к себе. Она про те самые сценарии, которые мы просто воплощаем. Вот мы, когда маленькие были, мы родились в семье, и мы впитали в себя. Маму, папу, их отношения, их отношения к нам, какие-то свои эмоциональные сильные потрясения. Мы это все впитали, и потом, когда мы выросли, мы просто берем, и это на автопилоте, не задумываясь, реализуем. И очень часто, когда женщину спрашиваешь, а вот то, что сейчас вас волнует, то, где вы сейчас несчастливы, то, как происходит в ваших отношениях с детьми или с мужем, было то же самое у ваших родителей? И оказывается, что прям под копирку. И она говорит, что я когда была маленькая, я говорила, что никогда у меня не будет, как у мамы, но я почему-то делаю все то же самое. Здесь что нужно сделать? Если я наконец-то это поняла, если я это увидела в своей жизни, что я повторяю, хотя не хотела, а жить-то я хотела счастливо, а я хотела же быть здоровой, а я хотела любви, стоит остановиться, разобрать, из чего состоит мой сценарий, неработающие привычки оттуда выкинуть, это большой, конечно, труд. И новые себе воспитать для того, чтобы уже новые поколения в вашей семье, ваши дети, ваши внуки от вас перенимали умение быть счастливыми. Это огромная тоже ответственность. Я вот сама, как мама троих детей, очень осознанно стараюсь каждый день проживать. Если я чувствую, что меня где-то в автопилот загоняет, я быстренько так включились, проснулись, посмотрели, что происходит. Это счастье, конечно, большое, когда ты так на таком уровне можешь управлять своей жизнью, причем управлять без напряжения, что ты все время, да, а в таком быть, ну, модное слово «поток», интуитивно-творческом в таком состоянии. Вы уже несколько раз сказали о том, что мы взрослеем, и наше эго проходит, формируется по этапам. И так может случиться, что в какой-то сфере, например, реализации профессиональной, женщина может нарастить все свои возможности, раскрыть потенциал, но, например, не пройти эти этапы взросления в личных отношениях. Вот насколько часто это бывает, как это может быть выражено, все-таки не обязательно человек успешный, реализованный и так далее, состоятельный, известный, может быть счастлив в личных отношениях. Как соединить, сбалансировать вот настолько разные, да, регистры наши? Самый лучший тренинг отношений – это семья. Если есть отношения, там происходит самая большая боль и, наверное, самая большая радость. И там действительно обнаруживаются все вот эти наши частички эго, которые мы недорастили. Человек, который не вырос, эго не сформировалось, это человек, по сути, который реализует любой из типов созависимого сценария. Но если упростить, как это проявляется, это когда женщина либо играет роль такой беспомощной девочки, маленькой девочки, которая хочет платиться и наручки, которая хочет, чтобы мужчина всю ответственность за нее нес, либо которая постоянно жертвит, как я говорю, либо это женщина, которая выходит в роль такой мамочки для своего мужа. Она всех вокруг контролирует, она всеми командует, она знает, как для всех правильно. Либо более воспитанный такой вариант – она много учится, она много знает и всем рассказывает, как жить. Но и то, и другое, и вот эта маленькая девочка, и эта мамочка, которая самая главная, еще третий вариант, контрзависимая женщина, которая говорит, мне отношения в жизни вообще не нужны, отношения это сплошная боль, мне прекрасно жить одной, дети мне не нужны, мужья мне не нужны, я буду жить исключительно для себя. Вот это все проявление инфантилизма. И мы там можем увидеть какие-то определенные болезненные поломки, где человек недовырос, и их корректировать. То, что здоровые отношения в семье, в паре, это когда мы равноценны, мы оба значимые люди, мы оба взрослые, мы каждый лидер, мы умеем какие-то компетенции делать максимально хорошо, мы умеем договариваться, мы в ссорах, я хороший человек, ты хороший человек, и мы детей также растим уважительно изначально с того, как они родились. Вот если есть перекосы, пора к психологу или пора в групповую терапию для того, чтобы как раз вот эти недостаточные части эго дорастить. И они чаще всего у нас цепляются за что? Как раз через те эмоциональные нездоровые проявления, которые многие женщины жалуются на них, про них спрашивают. Это обида. Это прям реакция трехлетнего ребенка, маленькой девочки. Я обижаюсь на себя, потому что ты не соответствуешь моим ожиданиям. Надуваю губы и жду, когда ты реализуешь мои потребности так, как я хочу. Часто даже тебе об этом не говорю. Чувство вины, когда человек берет на себя чрезмерную ответственность, не умеет распределять между собой, мужем, детьми, коллегами. И вот это чувство виноватости постоянно человеком движет. Надо быть хорошим человеком и забыть про свои потребности, лишь бы не чувствовать чувство вины. Чувство стыда, когда вместо того, чтобы реализовывать свой потенциал, раскрываться как ты можешь, давать что-то в этот мир, ну вот от всей души, да, человек думает, а что люди скажут? А вдруг я как-то не так выгляжу? А вдруг на меня там посмотрит соседка и осудит? А вдруг мама меня не примет, если я так себя веду? Вот эти все вещи, это прям проявление инфантильности. Ну и самое такое любимое сейчас у нашего социума, это отсутствие собственных ценностей. Когда любой блогер, любой известный человек показал, что модно, и женщина, не понимая, хочет она этого или не хочет, она туда побежала, сюда побежала, и у нее такой вот с возрастом нарастает тревожный раздрайв внутри. Я не знаю, чего я хочу, ничего меня не удовлетворяет. Это, конечно, тоже очень болезненная история. Ну и все вот эти вот части, они складываются в то, что человек в принципе не может уметь строить отношения. То есть все значимые отношения будут болезненные. С мужчиной, с детьми, с коллегами, с родителями. И если, девочки, вот это замечаете, это прям надо подарок себе делать, свою жизнь. Важно идти к психологу, к хорошему, который понимает, как это устроено. Либо идти на групповую терапию, если сложно, к психологу. И разбираться, и доращивать себя. Потому что вы взрослые. Смысла обижаться на маму с папой уже нет. У многих уже даже нет этих мам с папой. Нет смысла обижаться на то, что они не счастливую жизнь прожили. Есть смысл сказать, а я проживу счастливую. Вот когда об этом я узнала, я не буду страдать, а всю свою жизнь направлю в действие, доращу то, что не дорощено, буду о себе заботиться, и буду делать этот мир лучше. И главное, никогда не поздно. Никогда не поздно. Лето в городе. Отпуск и каникулы не только радость, но и задача для всех родителей. Как организовать это долгожданное время? Каникулы для детей – это время их активного взросления. Вы заметили, они за лето становятся немного другими. А какими? Очень зависит от того, как они это лето проведут. И как же отвлечь ребенка летом от гаджета? Не можешь победить, возглавь говорил Маккиавелли. Идея есть. Летний офлайн-IT-лагерь Академии ТОП. Для детей от 7 до 14 лет. Со специально разработанными каникулярными программами, открывающие ребятам мир цифровых технологий. Да так, что в лагере они смогут создавать собственные игры и своих супергероев, но не только. Во-первых, Академия ТОП – крупнейшая федеральная сеть дополнительного образования в 200 городах России. Более 20 лет создают программы дополнительного образования, которые сочетают образовательную, развлекательную часть, развитие творческих и физических способностей ребенка. На время пребывания ребенка в лагере обеспечивается постоянная связь с руководством лагеря. Опытные наставники и вожатые с ребятами занимаются, обеспечивается сбалансированное питание, физическая активность. Летний лагерь проходит в несколько смен до конца лета. Ваш ребенок попадет в группу сверстников, где сможет освоить 5 профессий будущего, весело провести время в компании новых друзей. В программе летнего IT-лагеря – программирование и создание компьютерных игр, создание сайтов. Гейм-дизайн – это новое компьютерное творчество, увлекательное хобби и первая ступенька к будущей профессии. 3D-моделирование, где ребенок учится моделировать трехмерные объекты от фигур до футуристического транспорта. Это фото- и видеолаборатории. Школа блогера с обучением съемки для соцсетей и тому, как правильно вести себя перед камерой. Анимация и мультипликация. Школа развития про четкость и правильность речи. Навык дискуссии, развитие лидерских навыков и навыка работы в команде. Каждый день включает также экскурсии, прогулки, физическую активность, проводятся мастерские по разным направлениям, квесты, квизы, как любят сейчас дети. Это помогает им, так увлеченным, так занятым учебой и просиживающим все свое свободное время в гаджетах, развить навыки общения, завести новых друзей, стать более уверенными, открыть свои таланты. Если ребенок увлечен компьютерными гаджетами, такие каникулы воплощения его мечты – все продумано. Для моих зрителей бонус по промокоду ПАВЛИДИС вы можете получить скидку 15%. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду здесь сейчас на экране и помогайте вашему ребенку взрослеть интересно и развивать его таланты. Как вообще реализует, проявляет себя зрелая женщина не только в смысле возраста, а и в своем возрасте, и в этом состоянии зрелости? Как это выглядит и внешне, и внутренне? Во взаимоотношениях, в ее реализации? Ведь это не обязательно какие-то достижения. У нас принято мерить свою жизнь какими-то достижениями, заметными для окружающих. Вовсе не так. Да, это точно вовсе не так. Скорее стоит мерить, когда смотришь на человека, его уровнем спокойной уверенности в себя. Это женщина, которая себя ценит, это женщина, которая себя уважает, о себе заботится. И как бы она там не выглядела с точки зрения, родилась она суперкрасавица или не родилась, она будет ухоженная, потому что она о себе заботится. Мы же с вами, Ян, знаем, что красота на самом деле не так важна. Женщина в 45 лет или в 50 с любой комплекцией изначально может быть красивой. Абсолютно. Не зря же существует это выражение, что в 40 лет женщина заслужила ту внешность, вернее, имеет, которую она заслужила. И она проживает свою жизнь, наверное, можно сказать такое слово здесь, с достоинством. Жизни же очень разные бывают. Я не знаю ни одной жизни, даже какой-то самой известной личности, яркой, чтобы она была какой-то безоблачной, состояла только из кайфа. И вот женщина взрослая, она понимает, что вот эти все части жизни, они ценны. И приобретение, и потери, и радость, и грусть. И каждая эта эмоция, это часть твоей настоящей жизни. Это очень важно. Вот этот контакт с собой, контакт с окружающими, творческая своя реализация всех своих сторон. Что такое, например, реализация предназначения? Тоже многие ищут какое-то волшебное предназначение. Вот оно должно какое-то прям снизойти, и я тогда его буду выполнять, и я буду счастлива. Но по сути, что такое предназначение? Ты уже сегодня для чего-то предназначена. Ты предназначена о себе заботиться, у тебя есть дети. Пожалуйста, ты мама. Ты предназначена быть хорошей мамой, включенно, а не мучающейся, которая страдает от того, что она как-то там детей своих контролирует, а они не слушаются. Ты жена, например. Ты предназначена быть любовницей, другом для своего мужа, хозяйкой, музой, еще кем-то. Ты можешь в этом проявляться, ты можешь это выбрать, выбирать по собственному желанию, а не потому, что тебя кто-то заставил. Ты уже где-то сегодня работаешь, ты уже каким-то делом занимаешься. Ты предназначена его делать хорошо. Если вот эти все твои ежедневные предназначения выполняются, ты сама это делаешь, потому что ты выбираешь. Мне кажется, ключевая такая история про предназначение, это когда, оно не само собой, конечно, случается, когда в этом есть развитие. Вот это не инерция, это не забор энергии, а это развитие, которое и ты тратишь энергию, ресурс свой, и тебе, безусловно, приходит это. Да, Ян, но если есть поломки в эго, о чем мы говорили раньше, человек настолько живет вот в этих своих внутренних переживаниях, там, чувство вины, чувство обиды, ощущение небезопасности, что он просто не может соединиться с этой реальностью. И тогда это проживание вот такой вот постоянной компенсаторики. Это не жизнь, а выживание действительно постоянное. И здесь первоначально будет себя все-таки дорастить, потому что сначала мы выращиваем свое эго, а потом, когда мы его вырастили, мы учимся с другими людьми взаимодействовать, потому что мы все-таки все разные, и нельзя через себя мерить окружающих людей. А дальше, когда мы научились взаимодействовать, мы в этом мире творим что-то. А когда вот мы живем в этих страданиях, обидах, переживаниях, ощущения небезопасности, там, в просмотрах новостей, в злости на своих детей, в нереализованности, там, в супружеских отношениях, конечно же, никакого счастья, никакого предназначения не будет проживаться. Не зря говорят, что женщина создает миры. Не только жизнь, она создает миры, и, может быть, ну, например, этот пафос, мне кажется оправданным, и он мне близок, что это ли не предназначение вообще, одна из частей, да, предназначение женщины так сформировать свой внутренний мир, так сформироваться, чтобы то пространство, которое вокруг тебя есть, мама ли ты пятерых детей, мама ли ты одного ребенка, замужем ты или не замужем, но вокруг тебя есть пространство, которое уже готово принять твое вот это предназначение женское. Потому что, если ты не посеешь в этот мир эту красоту, гармонию, эту целостность, ну, мир обеднеет очень сильно. Женщинам такого среднего какого-то возраста еще в нашей стране, мне кажется, свойственно, что женская реализация представлялась как реализация обязательно через мужчину. Все-таки большая часть аудитории такой есть. Конечно, очень много уже женщин, которые реализуются во всех сферах, и семья прекрасно сочетают с реализацией такой профессиональной, но все-таки вот эта вот оценка «Моя жизнь удалась, если я обязательно замужем», «У меня столько-то детей», это какая-то важная очень часть. Я же здесь опять сейчас вернусь к инфантильности и к сценариям. Безусловно, когда-то, когда вы были маленькой, наверное, вам это внушали и говорили о том, что женщина должна обязательно выйти замуж, женщина реализовалась только, если она замужем, если у нее есть дети, все остальное не важно, должен быть муж, дом и так далее. Это сценарий, который в голову вложили. А дальше, когда мы растем, мы видим, как многообразен этот мир. Мы начинаем чувствовать, что нам интересно на самом деле, а что нет. И в норме, в подростковом возрасте, происходит выбор своих жизненных ценностей и отсоединение от родительских. Когда можно побунтовать, посмотреть, вот родители говорят, надо обязательно замуж, а может, не надо. Родители говорят, надо пятеро детей, а может быть, не надо. Родители говорят, нужно обязательно вот в этот университет или вообще не надо работать, женщина должна быть послушной, феей домашней, а может быть, не надо. Вот это очень часто в нашей культуре женщины не прожили и не выросли в этом подростковом возрасте. Кого-то подавили родители, школа, сказали там, молчи. Кто-то попробовал побунтовать, но потом смирился и все-таки вернулся к слушанию мамы и папы. И многие взрослые женщины до сих пор каждый день звонят маме, отчитываются за свою жизнь, переживают жутко, что они нереализованы, например, в личных отношениях или что-то не так с детьми. Мама говорит, что ни с кем не встречаешься. Да, да. Как часто это бывает. Когда рожать будешь или еще что-то подобное. Это все тот же самый психологический инфантилизм, с которым просто важно работать. И очень часто счастье в личной жизни начинается с отсоединения от мамы с папой. У меня есть такие клиентки, которым там 35-40 лет, но они до сих пор в жуткой психологической зависимости с мамой и с папой. Когда там постоянные созвоны, когда чувство вины, что с родителями что-то не так, когда огромное количество энергии направлено в родительскую семью, а не в свою. И если такая связь есть, тогда своя семья либо ее не будет, либо она будет очень несчастливая. Потому что в норме, вообще-то, вырасти к подростковому возрасту, отсоединиться от своих родителей. Родители — это отдельные люди. Я отдельный человек. Создавать свою семью практически с железобетонными границами, где уже будут наши правила, и мы будем друг другу важны, а не маме я буду на мужа жаловаться, какой он рогатый, нехороший человек, как говорят некоторые женщины. Часто родители сами или мамы, в частности, не отпускают своих взрослых дочерей. И, конечно, это такое насилие психологическое приобретает иногда. Что делать тогда зрелой женщине в этом случае? Она мечется между чувством вины, который ей прививают, и так заведено в этих отношениях. Она не может технически отгородиться железобетонной стеной, потому что счастье она от этого не приобретет. Важно понять, что это действительно будет путь к ее счастью, здоровью и благополучию в семье. И важно увидеть, что мама манипулирует, и важно увидеть, что границы у нее тоже есть, и начать над этим работать. Иногда бывают действительно сложные конфликты, но потом в большинстве случаев все приходит к тому, что и мама этой женщины становится счастливее, и находит какие-то другие занятия, и женщина сама становится счастливее. Вот это чувство вины, на котором многие женщины взрослые подсажены, как, собственно, и мужчины. А мужчин, которых мама не отпускает, тоже очень много. Это поломка у нас очень раннего возраста. Когда мама вместо того, чтобы жить свою жизнь, она также всю свою жизнь отдавала детям. Также и говорят, я вам всю жизнь отдала, а вы даже стакан воды в старости не принесете. Она свою жизнь не прожила, и теперь она у дочки ее жизнь забирает. И теперь дочка тот же самый сценарий создает. Она тоже свою жизнь не живет, и потом она со своими детьми это начнет делать. И во всей этой семейной системе ни одна женщина свою жизнь не прожила. Вот если увидеть это, нужно просто сказать, стоп, я займусь тем, что я буду с мамой выстраивать здоровые границы, чтобы мама от меня отделилась. Иногда ведь оглядывается, так женщина ей 50 лет, она оглядывается назад, а жизни-то ее и не было. Если на телевизоре посмотреть, как она прожила жизнь, она увидит там сначала жизнь родителей, жизнь мужа, жизнь детей, жизнь внуков, а себя, может быть, она там и не увидит в этом кино. Вот пора бы... Очень классная, вы сказали, вещь, которая мне лично очень близка и нравится, представлять свою жизнь, потому что образ помогает ощутить. Образ сдвигает какие-то важные вещи, которые, может быть, даже не артикулируются, ты даже не можешь их проговорить. Как-то это работает рационально, да, твое подсознание. Прокрутить образ кино, может быть, который можно придумать. У меня, например, есть там пара каких-то картинок, которые передают мои состояния. Давайте я вам одну покажу. Такое спокойствие, гармония, расслабленность. Много что мы можем увидеть в этой картинке. И это собственная мечта. А ведь действительно наш мозг, он сознание сверху какой айсберг и такая, чуть-чуть горочка торчит, а все остальное это наше огромное подсознание. И наше подсознание разговаривает с нами, с нами, образами, какими-то нашими мечтами, какими-то картинками, в которых включены наши эмоции, наши переживания, наше состояние. Когда у нас есть какая-то мечта, к которой мы идем, это как поисковая строка в Google. Мы ее ввели, и тогда весь наш мозг каждый день будет выбирать действия, события, людей, которые нас будут вести к этой картинке. А если, например, в голове у женщины другая совершенно картинка. Какое тревожное будущее меня ждет, в какой ужасной стране будут жить мои дети, как я состарюсь, как страшно было вчера, а вдруг мой начальник меня с работы уволит. Это же тоже картинки. Они наполнены эмоциями, они наполнены переживаниями, они наполнены видеорядом. И тогда эта женщина будет идти к этим картинкам. Ее мозг, ее все подсознание, она будет выбирать людей, обстоятельства, ситуации, где она придет к тому, что она себе страшного представила. Здесь многие говорят, это самосбывающееся пророчество. Это не самосбывающееся пророчество. Так работает наш мозг. Мы сами себя гипнотизируем. Я как мастер эриксоновского гипноза могу сказать, что лучше в своей голове, конечно же, носить мечты, которые вам действительно нравятся, которые вас вдохновляют, потому что это не просто мечта. Это ваш путеводитель. Это как такой конь, красивый, запряженный в повозку, куда вы едете. И то, о чем вы думаете, то и становится вашей жизнью. Если человек не созрел, у него этой картинки просто нет. У меня недавно на консультации была женщина, уже ей много лет, ей под 60. И когда я задаю вопрос, а что вы хотите, она не может на него ответить. Она может сколько угодно рассказать, как тяжело живут ее дети. Она сколько угодно может рассказать, как у нее происходит в отношениях с мужем и что ей не нравится. Она рассказывает, как она тревожится о том, что происходит в мире. Но простой вопрос, а как вы хотите, чтобы было, ее ставят в такой ступор. И ведь если мы мозгу так сообщаем, так и будет. То есть она и будет жить вот в этом несчастье, как белка в колесе, пока она не создаст какой-то новый сценарий, который ей нравится. Можно представить себе такую метафору, как работает наше подсознание. Представляете, вы вызываете такси, садитесь в такси и говорите, увезите меня отсюда. Таксист говорит, куда вас везти? Я не знаю, но отсюда меня увезите, мне здесь очень не нравится. Что сделает таксист? Но он либо, если у вас много денег, он скажет, покажите, у вас есть чемодан денег? Будет катать. Да? Либо скажет, уйдите, не мешайте мне работать, потому что это какое-то безобразие. Мы часто себя чувствуем именно так. Мы можем в чем-то понимать, что мы хотим в каких-то моментах, проработанных, как мы говорим, или там, где мы более целые. Если говорить о помощи какой-то, да вот, если к вам пришла с таким запросом женщина, каков метод тогда? Сколько это занимает времени? Как можно ее вывести на то, что она увидит, что она хочет, и сделает какие-то первые шаги? В психологии, конечно, волшебных таблеток не существует. Этим она отличается от магии, гадалок и так далее. Кому чаще идут как раз инфантильные люди с магическим мышлением. Но вот я, например, использую интегративный подход очень осознанно. Я много лет в психологии, с 16 лет, сейчас мне 46. Я собирала по крупицам все знания, которые бы показывали человека со всех сторон и давали бы возможность соединить методы, чтобы это было максимально быстро. То есть я психосоматолог, сексолог, мастер гипноза, когнитивный поведенческий терапевт. То есть я со всех сторон с человеком работаю. Вот этот подход, он помогает ускорить. То есть если когда-то, много лет назад, психоанализ говорил, вы только три года будете устанавливать контакт с человеком. Да, да. Это вот история о том, что для многих же поход к психологу по-прежнему, ну ты просто ходишь, разговариваешь. На самом деле, это в фильмах часто показывают. К сожалению. Они вам антирекламу делают, особенно в американских фильмах. Вот человек ходит, знаете, как... ему нравится разговаривать вот не с друзьями, у нас в русской традиции лучше с подружками поговорю, а в американской традиции другое. И многим представляется, что это нужно просто годами ходить для того, чтобы... И многим не хочется, конечно. Это иллюзия некая. Это про прошлое. И действительно, сейчас еще существует психоанализ. Он остается примерно таким, какой он был. Ну и то он более действенный. А когда используем интегративный подход, используем когнитивно-поведенческую терапию, используем гипноз, это, конечно, быстрее. Но все сильно зависит от задачи. Какую-то маленькую задачу, ну какой-то там страх проявленности, страх публичных выступлений, можно решить за одну сессию, это будет один гипноз. Но если мы, например, идем путем психологического взросления, мы перестраиваем привычки, эмоционирование, действия, мышление, то это достаточно длительная терапия. Вот полностью весь такой созависимый сценарий в моей практике я перестраиваю с человеком примерно год. И это правда, это не волшебная таблетка, это труд. Когда я прихожу как терапевт, и я использую все самые лучшие, новейшие методы, но человек все равно работает между сессиями. То есть мы встречаемся, например, раз в неделю, и человек от одной сессии до другой делает домашние задания, слушает какие-то гипнопрактики, пишет дневники, в своей жизни меняет привычки, и по-другому никак. Даже если мы возьмем такой волшебнейший просто способ полностью с утра до вечера человека гипнотизировать, все равно ему потом нужно это адаптировать в жизнь, и нужно какое-то сопровождение. Но современная психология, она уже, я считаю, волшебство. Потому что когда человек всю жизнь был несчастлив, пришел, и через месяц, через два, это уже другой человек, светятся глаза, здоровье лучше. Ну вот из недавней практики у человека всю жизнь было высокое давление, всю взрослую жизнь. Через пять консультаций вообще нет этих проблем. Это же чудо. Потому что что? Ну, высокое давление – это классика психосоматики, это нездоровое мышление с огромным количеством катастрофизации и контроля. И когда человек меняет свое мышление, перестраивает, то он уже успокаивается. Плюс практики релаксации. Вот мы берем когнитивно-поведенческий подход плюс гипноподход. Соединяем, как я люблю, и получается такой максимально быстрый результат. Если мы говорим о том, что наши люди любят ходить к торологам, гадалкам и так далее в сложные времена, чем поход к классному торологу, например, и по списку, да, отличается от похода к классному психологу. Я признаюсь, для нашей аудитории я тоже обращалась в какие-то моменты, и для меня, мне нравится эта история, но для меня это, наверное, просто, знаете, как таблеточка анальгина, быстренькая, которая тебя из низкоресурсного состояния выведет в просто более оптимистичное состояние, ничего не решит. Либо. Если это правильный человек, если он не поднимет в тебе эту волну некой интоксикации внутренней, эмоциональной, ну, просто скажет, это просто поворот, сейчас мы пройдем за поворот, и нарисуйте оптимистичную картину какую-то, да, что ты совсем справишься, даст тебе это. Это не решит твою проблему совсем, такие ситуативные вещи. Но все-таки мой вопрос остается главным. Это разные вещи совершенно. Отличный вопрос, он просто супер. И сейчас был рассказ про экологичного таролога, экологичную гадалку, которая действительно любит людей и которая не использует тот метод, который она взяла в руки, во вред. А ведь часто эта история про что? Создал проблему, решил проблему, живи на разницу. То есть это метод гадалок, собственно, который работает во всем мире, огромное количество мошеннических схем и даже фильмов на эту тему снято огромное количество. Важно понять, почему люди идут. Идут, потому что внутри есть такая детская вера в чудо. То есть человек в своем развитии откатывается в древнее детство, прям на низкий-низкий уровень магического мышления и думает, ну ведь трудиться-то не хочется, а хочется, чтобы сразу чудо. Хочется точно узнать, о чем он думает. Хочется точно узнать, когда у меня получится. Хочется точно узнать, вложить ли мне в эту пирамиду денег и заработаю ли я их миллионы сразу. И тут-то, когда человек в таком детском состоянии приходит за волшебной таблеткой, он попадается в лапы часто мошенников. Опять же, если это экологичный какой-то такой таролог, который использует карты Тара как метафорические карты, окей, сейчас немножко на этом остановлюсь. Но чаще всего это история большого количества потом материальных проблем у того, кто пришел. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Карты Тара очень интересная в принципе вообще философия, очень много колод. Если немножко так занырнуть в историю, то это сборник человеческой мудрости. Человечество собирало мудрость разными способами. Писали Библию, писали какие-то древние книги, писали веды. Все, в принципе, если мы вот эти труды возьмем, они все про одно и то же. Когда-то появилась наука психологии, она тоже описала этапы взросления человека, сложности, которые человек проходят. И если мы возьмем, сравним это все, по смыслу это будет одно и то же. Вот колода Тара это 78 состояний человека, которые человек проходит от точки дурака до точки максимальной осознанности. То есть, когда-то мудрецы древнего мира описали психологический рост и духовный рост человека с помощью вот этих метафорических картинок. Если вы, например, пришли к тарологу, который разговаривает с вами именно так, и он говорит, что карта смерти это в твоей жизни какой-то переход, когда какой-то период заканчивается, какой-то начинается и помогает тебе эту метафору в твоей жизни увидеть, это хороший таролог. Но если приходите вы к тарологу, он говорит, смерть ждет тебя близкая, то все, катастрофа, надо бежать. Здесь важно смотреть на все эти инструменты скорее как на метафору. Самый-то главный вопрос, что, да, то, что вы сказали, что это чудо и иногда оно нам необходимо, как, не знаю, как десерт, иногда что-то. Это совершенно другая история для того, чтобы разрешить жизненные сценарии какие-то. Ну, одно ли дело, придет женщина к психологу, он ей честно скажет, что вот здесь вот привычки мышления надо проработать, вот здесь там дневники пописать, еще что-то, это же труд. Другое дело, пришла к гадалке, она говорит, вот тебе волшебный листочек, вот здесь написано каждое утро, утром и вечером читай, вот тебе святая вода заряженная, умывайся с утра до вечера, но при этом сходи к стилисту, сходи к визажисту, сходи там еще туда-туда-туда-туда-туда, в порядок себя немножко приведи. Через месяц, через два женщины приходят, мужчины начали обращать внимание. Чудо! Она даже не видит, что она для этого сделала, потому что ее к этому подтолкнули. Есть психологи, есть коучи, которые совмещают иногда эту часть. С какими запросами правильно прийти к коучу? В каких случаях нужно прийти к психологу? Работает ли это как-то вместе? Что такое коучинговый запрос? Это когда у меня есть сегодня точка А, я хочу прийти в точку Б. Сегодня я зарабатываю там 100 тысяч рублей в месяц, хочу прийти в миллион, хочу построить свой бизнес, и чтобы у меня все было хорошо. Если это только коуч, он будет ставить вместе с клиентом цель, выбирать ресурсы, и к этой цели идти. Но при этом у человека может быть внутри психологический блок, какие-то ограничивающие убеждения, которые мешают ему туда идти. И коучинговым подходом это будет самонасилие. И тогда это будет в ущерб здоровью, это будет в ущерб отношениям. Это такой длинный путь, получится, не получится. Он получится, возможно. Допинать можно человека. Но в конце мы увидим человека, возможно, больного с разрушенными отношениями или с выгоранием. А если мы, например, совмещаем это и говорим, что вот этот коучинговый запрос решается еще вместе с проработкой психологической. И смотрим, где у человека привычки его не соответствуют, где эмоциональный интеллект не работает, где, может быть, он не созрел. Тогда мы вместе психолог и коуч можем привести гораздо более экологично по отношению к жизни. И еще что интересно, а его ли эта цель сущностная? Часто. То есть, может быть, система ценностей не соответствует этому запросу, с которым человек пришел к коучу изначально. Часто. Поэтому здесь вот мы можем видеть это явное такое разделение, что коуч – это не психолог. Коуч не посмотрит в вашу глубину. Он не знает, как у вас все внутри устроено. Он поможет вам из точки А прийти в точку Б и даже какие-то навыки простые, технические обрести. Но он не заглянет в душу, не посмотрит, как устроен ваш мир и не будет в большинстве случаев экологичен к вашей жизни. Психолог. Чаще всего просто отдельно психолог. Это человек, который помогает вам как раз эго дорастить, привычки какие-то внутренние переработать, эмоционально, интеллектно растить. То есть, уже такая более личностная работа внутри. Но если мы не достигаем при этом каких-то своих целей, то полезна ли эта работа? То, о чем мы говорили, выстроить границы с родителями или взрослыми, или с детьми отношения не такие там счастливые, как хотелось бы выстроить это? Или все-таки сохранить эти отношения, или разорвать их и жить какой-то своей жизнью? Хоть и остаться одно. Это запросы к психологу. На мой взгляд, это запрос психологически-коучинговый. Я не могу отделить все. Вот честно, у меня не получается. Наверное, поэтому я всю жизнь учусь и не прекращаю, смотрю разные грани людей, потому что я столкнулась когда-то в начале своей практики, что если у меня только один какой-то метод, я многим людям не могу помочь. Ну вот если мне, например, надо построить дома, у меня только молоток. Ну что я им построю? Человек все-таки многогранное существо. И поэтому нужно смотреть и с точки мышления, зрения, да, и с точки зрения эмоций, с точки зрения тела, с точки зрения экологии отношений, которые у человека есть. Сехология, она же в последнее время очень изменилась. И те подходы, которые были, не знаю, там даже 10 лет назад на наших глазах, потребителей, собственно, да, всего этого. И сейчас это выглядит совсем по-другому. И как это выглядит? С одной стороны, мы действительно заинтересовались тем, что над своей психологией надо работать. Это самый главный инструмент управления жизнью, наша психика. И это единственный работающий инструмент. Меняя себя, меняется мир. Но на рынке появилось огромное количество разных таких историй, что есть реальный психолог, у которого есть высшее психологическое образование, понимание, как устроен человек, дополнительное образование, которое помогает ему специализацию выбрать. А есть такие психологи, которые, например, за два месяца стали психологами. Или там за год стали психологами. Поэтому наша сфера, она сейчас такая очень многогранная. И многие люди, мне кажется, обижаются на психологов именно из-за этого. Они идут к какому-то психологу. А психолог не совсем психолог. У него недостаточно образования. Он может быть сам непроработанный, жизнь у него не выстроена. Они один раз обжигаются и говорят, я больше не пойду. Мне сейчас прям вспомнилась шутка, которую мне прислал вчера мой муж. И там было написано, представлюсь психологом и буду убеждать вашу половинку, что во всем виновата она. Да. Такая история, к сожалению, бывает. Как выбрать? Мало в нашей стране вообще обращают внимание на образование, но стоит обратить внимание, чтобы было хотя бы базовое психологическое образование плюс специализация. Но это даже не на первом месте. На первом месте посмотреть на человека, почувствовать свои ощущения, откликается ли этот человек душой. И сам этот человек в тех сферах, которые вы хотите, чтобы были у вас в порядке, в порядке ли? Не может психолог, который сам не умеет выстраивать здоровые семейные отношения, быть хорошим семейным терапевтом. Не может вас бездетный психолог научить, как воспитывать детей. Не может вас научить психолог с большим лишним весом, как похудеть и как научиться правильно питаться. Поэтому, когда мы смотрим на специалиста, очень здорово посмотреть, а справляется ли сам специалист, а счастлив ли он, а здоров ли он. Невозможно психологии научиться за один год. Я не могу остановиться, честно. Я не знаю. Я с 16 лет нырнула в психологию для своей жизни. Я была уверена, что я должна быть счастливой, красивой. У меня все должно быть хорошо. И книги по психологии первые мои, Николая Ивановича Козлова, с которым мы сейчас дружим и знакомы, они прям были настольными моими книгами. Сейчас мне 46, я, получается, уже 30 лет в этом варюсь. И каждый день что-то еще новое открывается, какие-то новые происходят исследования, какие-то новые грани. Вы пошли в психологию, потому что были психологические какие-то моменты и проблемы, которые вы хотели разрешить. Хотя вам было 16 лет, казалось бы. Я понимаю, там есть много примеров, когда женщина в зрелом возрасте как раз выбирает вот это как второе образование, как новое свое воплощение, потому что она наконец-то хочет себе ответить на эти вопросы. А у вас как было? Я в 16 лет была тучным, неуверенным в себе подростком, который не умеет строить отношения, который наблюдал за тем, как несчастные родители в семье. И я на все это смотрела. Я смотрела на себя в зеркало и говорила, нет, ну я точно буду счастливой, я точно буду красивой. У меня висела Синди Крокфорд на стене. Я смотрела на папу с мамой и говорила, нет, ну так я точно не хочу, я хочу по-другому. И для меня это был путь обучения. Обучение себя всему. Обучение себя ухаживать за собой, быть здоровой. Обучение себя общаться с другими людьми. Обучение себя здоровой самооценки. Потому что на мне также отразились все те паттерны поведения, которые есть в наших школах, в садах. И у моей такой мамы, которая считала, что все должно быть либо идеально, либо никак. Поэтому для меня это путь моего собственного возрастления, моей собственной жизни. И я могу сейчас сказать, что в свои 46 я, ну, практически 90%, а то и больше дня каждого, чувствую себя счастливой. Я живу полноценной жизнью. Я сейчас учусь кататься, например, на роликах дополнительно ко всему. У меня трое детей, два кота, собака, любимый муж, с которым мы 21 год вместе. Я реализуюсь в профессии, разные грани этой профессии, реализую книги, пишу. И мне это все нравится, что самое интересное. И на все хватает энергии. Поэтому мой путь, он такой. Если мы сейчас завершим вот эту часть нашего разговора и для нашей аудитории предложим какие-то рекомендации, вот женщина застала себя в каком-то раздрае или по всем фронтам, или где-то хорошо, где-то нехорошо. Окей, мы говорим, нужна помощь, нужно выбрать психолога. Что еще, какие рекомендации могут быть? Первое, что стоит сделать, это задать себе вопрос. Я вообще сейчас счастлива? Если вы отвечаете на него, нет, если вы несчастны, это точно путь в изменение. У нас здесь развилка такая организуется. Можно либо страдать и дальше разрушаться, накрыться простыней, ползти на кладбище и плакать по пути, а можно начать действовать и искать способы. Когда человек начинает искать способы, он обязательно их найдет. Что-то поменять в мышлении нужно, научиться свои эмоции, понимается, научиться работать со своим телом. Поисковая активность начинает включаться, и обязательно найдется свой специалист, обязательно найдется тот человек, который вам понравится, либо хотя бы вы задумаетесь над тем, что пора заботиться о своем теле. Уже первый шаг сделан. И дальше запомните, вам жить как минимум 120 лет. Такой расчет должен быть, да? Если вы раньше о себе не заботились, самое время начать. Неважно, что было раньше, нет никакого смысла себя за это ругать и говорить, почему же я раньше об этом не знала. Вот точка отчета сегодня. Как сегодняшний день может стать более счастливым? Остановились, подумали, маленькие шаги сделали. На следующий день. Как сегодняшний день мой может быть более счастливым? Чуть больше о себе заботиться, чуть внимательнее стать к близким, говорить с собой внутри бережно, обратиться к психологу и найти своего специалиста, пойти погулять полчаса, что-то начать делать и так шаг за шагом. И войдет в привычку уже совершенно другая счастливая жизнь, которая будет вам нравиться, ведь она у вас одна. То есть счастливая жизнь, это не сложно. И как, знаете, сказал Тахир Юсуфович Базарах, я так часто вспоминаю его слова, я знаю, что вы знакомы. Он сказал, что счастье это вещь неопотребляемая, это вещь производственная. Точно, точно. Мы создаем, мы создаем это счастье. И мы его ощущаем только когда создаем. Но не просто же так мы творцы. Когда мы творим, мы кайфуем. Если мы делаем что-то на автопилоте или из ощущения того, что нас заставили, мы, конечно же, страдаем. Поэтому наша задача сотворять. Просто взять и в один момент решить, все, я сегодня богиня, и каждый день я богиня. И это не какое-то там великое звание, это просто мой способ жить. Я буду делать то, что для меня важно, и с каждым таким шагом. И уверенность будет расти, и любовь будет расти, и ощущение реализованности, самое интересное, будет расти. Даже если в вашей жизни не случится какого-то глобального выбора смены профессии или чего-то еще. Самое интересное, что возраст 40 плюс 50 плюс и старше, это возраст, который идеально подходит для заботы о себе. Уже у кого были маленькие дети, дети выросли. Уже как-то в профессии состоялись. Уже какое-никакое имущество нажили. И вроде бы все, что нужно было удовлетворить для социума, удовлетворили. Сейчас как раз самое время, обратить внимание на себя. Конечно же, здесь очень важно будет такой маленький волшебный переключатель сделать в голове. Вот это самый первый переключатель, который стоит переключить в режим «Я забочусь о себе». Спасибо большое, Лилия. Так было интересно. Спасибо огромное, Яна. Спасибо те девочки, женщины, богини, которые нас смотрят. Обязательно заботьтесь о себе, потому что ваша обязанность в жизни быть счастливыми. Счастливая женщина по-настоящему счастливая. Она самая полезная для каждого близкого человека, для мира. А несчастная, она мало того, что себе бесполезна, так она еще и заставляет страдать других. Будьте счастливы, заботьтесь о себе, любви вам и здоровья. Друзья мои, вы часто спрашиваете, почему какие-то гости оказываются у нас на канале. Кроме того, что прежде всего это профессионалы, самые просто крутые профессионалы своего дела, люди с огромным бэкграундом профессиональным, это люди счастливые. И вот это счастье из них лучится. Оно передается помимо нашего разговора. Поэтому у нас сегодня вот была такая встреча, мы очень хотели с вами поговорить так. Пишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете в своем нынешнем таком возрасте, в своем периоде. Что вас сегодня откликнуло, что нового для вас прозвучало, что именно в этом разговоре, за что вы можете зацепиться, и вам станет счастливее и легче жить. Поэтому берегите себя, любите себя, обратите этот взор внутрь себя и до новой встречи. Пока!